Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами будем делать вот такие силиконовые пробки для бутылей. Будем делать пробки глухие и пробки с отверстиями для бутылей любого размера. Итак, нам понадобится силикон. Мы решили ни с чем не экспериментировать, ни со строительным, ни с каким. И купили силикон пищевой, двухкомпонентный. Вот так вот показываем маркировки, потому что он есть разной плотности. Эта плотность средняя и смотрите в чем разница. Вот эта покупная пробка, она жесткая, а вот это то, которое мы уже сделали. Она мягкая. За счет того, что она мягкая, она хорошо садится в бутылку, в бутыль. Она там хорошо закрепляется, она оттуда не выпрыгивает. Да, и поскольку часть мы будем делать с затвором, опять же, затвор плотно заходит. Если надо, то потом в бутыль он тоже ужимается, и мы получаем хорошую герметичность. Вот эти пробки, они не такие мягкие и иногда могут выпрыгивать. Второе, что нам надо, это форма. Значит, мы взяли пластиковые, одноразовые бокалы для игристого. Опять же, они бывают разные. Мы взяли вот такие, 150 мл. Ну, тоже форма разная. Но в данном случае вот такой вот стаканчик. Теперь размечаем пробки. Все просто. Вот наша бутыль. Ставим сюда стаканчик. Отмечаем вот эту линию. Дальше. Длина пробки у нас будет ниже. Примерно на сантиметр полтора. Ну, высота тоже нужно сделать повыше. За счет конуса тогда такая пробка нам может подойти к разным бутылям. Для экономии материала стаканчики мы обрезаем. Можно, конечно, не обрезать, оставлять носом, но зачем? Это лишний расход. Поэтому носики обрезаем. Дно стаканчиков мы заклеили скотчем. И там, где нам нужны будут затворы, мы поставили детские фломастеры. Или колпачки от этих самых фломастеров. Теперь отвешиваем силикон в вагных частях. Все это хорошенечко перемешиваем. И после тщательного перемешивания заливаем наши стаканчики до меток. Важно там, где у нас стоят колпачки, заливать аккуратно, чтобы колпачок не сдвинулся. Итак, наши формочки залиты. По инструкции 6-12 часов нужно для застывания. Но у нас сейчас вечер, так что оставляем до завтрашнего утра в комнатной температуре. Наступило утро, пробочки застыли и можно их доставать. Коробки мы крепили двусторонним скотчем, чисто для удобства. Конечно, если не жалко, можно стаканчик разламывать. Можно постепенно его достать и использовать форму еще раз. Не получалось у меня достать аккуратненько. Интересно. Вот такая пробочка. Возвлекаем из нее фломастер. И примеряем гидрозатвор. Заходит очень плотненько. Хорошее, надежное прилегание. И теперь примеряем бутыль. Вот такая классная получилась пробка. Даже, смотрите, к бутыле меньшего размера она тоже хорошо подойдет за счет конуса. То есть, в принципе, нам можно было даже делать практически один универсальный размер. Еще немножко по ценам и расходникам. Значит, смотрите, здесь 12 пробок. Пробки большие, высокие мы делали. С отверстием. Глухие. На это все ушло 310 грамм каждого компонента. Соответственно, осталось 190. То есть, еще где-то на пробок 8. По цене это все нам обошлось. 39 рублей силикон. 39 белорусских рублей. И 9, нет, 11 рублей стаканчики. Итого, получается, мы заплатили за все 50 белорусских рублей. За эти деньги мы бы купили, ну, примерно 5-6 вот таких пробочек. Здесь 12, плюс еще где-то штучек 6-8. В общем, особенно, если делать чуть ниже для более узких горлышек. То есть, получается, на самом деле, очень выгодно. Мороки не так уж и много. Ну, мы точно знаем, что эти пробки надежные. Да, в них хорошо фиксируются затворы. И все в них замечательно. Итак, надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов и награды. И наши контакты. И до новых встреч.